Донбасс Мы узнаем, как идет восстановление разрушенных городов Донбасса Как вы считаете, как сейчас восстанавливается инфраструктура Донецкой области? Ремонт дорог, школы, больницы? Дороги не восстанавливаются Я и не видел, что где-то были восстановлены дороги Дороги не восстанавливаются А вы много ездите? Много, я водитель А ремонт школ, больниц? Школы, я бы даже сказал, наверное, на пятерочку За больницей, ну, за больницей ничего не могу сказать А как вы считаете, что нужно для того, чтобы это все начало работать? Развивать экономику страны Развивать, не глушить ее, а развивать А вот, может быть, контроль за чиновниками? Нереально, ну, это мое мнение, нереально После окончания активных боевых действий и применения тяжелой артиллерии областные власти начали восстановление городов Первыми стали крупные Краматорский, Славянск Так, например, в поселке Николаевка, которая входит в Славянский район была восстановлена часть жилого дома, в котором во время боевых действий было разрушено 16 квартир В самом Славянске одним из крупных восстановлений был жилой дом по улице Бульварной Стоит отметить, что на восстановление крупные суммы жертвуют международные партнеры Украины Несмотря на это, остается много разрушенной инфраструктуры В основном это дома в частном секторе, например, в поселке Семеновка Ремонт дорог, школы Очень легко А почему? Потому что ничего не делается А как вы думаете, что нужно для того, чтобы это делалось? Мир нужен, только мир Только это? Сейчас, да, только мир Ведь на первом месте мир Ремонт дорог, школ, больниц Ну как, надо спонсировать финансово Ну в каком это состоянии сейчас? Это сейчас в очень плачевном состоянии Очень плачевном Что надо делать, вот вы сказали Надо сначала финансировать, а потом делать А не финансировать и не делать Вот в чем вопрос Оценивать сложно, потому что идет война И война еще не закончена Поэтому я не могу даже дать оценку этим восстановлением Ну, как вы считаете, хоть что-то восстанавливается? Сейчас дороги там ремонтируются? Ну, может что-то останавливается Ну и в то же время Это хороший момент для разворовывания бюджетных средств В сентябре 2014 года кабинет министров Украины создал государственное агентство по восстановлению Донбасса Прошло почти два года, но агентство до сих пор набирает персонал Это можно увидеть на странице ведомства в Facebook, так как сайта у него нет Назначить главу агентства смогли в июне 2015 года 12 марта 2016 года глава Государственного агентства по восстановлению Донбасса рассказал, чем же занимается агентство Госагентство по вопросам восстановления Донбасса является центральным органом исполнительной власти И выполняет различные функции, которые связаны не только с восстановлением физической инфраструктуры Это масса гуманитарных вопросов, это задачи, которые связаны со строительством мира В том числе вообще со всеми проблемами, связанными с конфликтом на востоке страны Это и комплексная деятельность во взаимодействии с другими органами власти, с международными партнерами Для того, чтобы облегчить мучения тех людей, которые пострадали от конфликта А также сделать все необходимое для тех регионов, в которых находится много вынужденно перемещенных лиц А также реализовать планы, направленные на то, чтобы конфликт не имел продолжения в дальнейшем Особенно на тех территориях, которые находятся вблизи линии соприкосновения Сказал в интервью интернет-изданию «Украина-центр» глава государственного агентства по восстановлению Донбасса Вадим Чернышев Быстрели восстанавливают Донбасс после войны, после бомбежек? Донбасс? Его вообще невозможно восстановить Пока мышление у людей не поменяется здесь Как был сепаратизм, фашизм, так и останется Быстрели восстанавливают? Да А ее разве восстанавливают? Доехать в Донецк практически невозможно, извините, но это правда Нет А почему вы там полете? Ну почему, потому что, наверное, нет денег, финансирования нет Я так думаю А хотелось бы, чтобы быстрее Конечно Смотрите, видите, дороги вообще ужасные На машине невозможно ездить, абсолютно Постоянно ходовка ломается, летит Ну я бы не сказала, что ее быстро восстанавливают Но какие-то сдвиги есть Вообще, если бы у нас работало все производство в Донецкой области Тогда бы и быстрее восстанавливалось, конечно А раз у нас производство не так налажено Металлургические комбинаты полустоят, одни вообще не работают Тогда, конечно, она будет все медленнее восстанавливаться И мне так кажется, что у нас в Донецкой области, например, медленнее, чем западная Украина Восстанавливаются дороги, восстанавливается все, оно видно по новостям Что там быстрее все движется, чем у нас в Донецкой области Понемножку, да Я с левого берега, там дороги ремонтируют, восстанавливаются понемногу Ну хотелось бы, конечно, чтобы лучше это было все Быстрее, ну с быстрыми темпами Мне хочется как затрагивать все темы, да, потому что это все равно табу Почему об этом не говорит государство Не влаживается сюда, потому что еще, я так думаю, что у правительства нет надежды, наверное, все-таки Или как-то больше Они нас не убеждают никакими способами Если бы хотя бы восстанавливали дороги, делали бы, тем закрывали бы глаза нам Медленно Ну что так, быстро восстанавливают его А по-моему вообще не восстанавливают Я не знаю, так по новостям смотришь Только громят, бомбят, да и все В то же время на фейсбук странице Государственного агентства по восстановлению Донбасса Ведомство, как можно увидеть на фотоотчетах Занимается участием в круглых столах и открытиями контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда А также отчетами о привлеченных европейских донорах Донецкий институт информации Это общественная организация, созданная в 2009 году в городе Донецке Когда в наш регион пришла война, гуманитарный кризис и фактически катастрофа Наши журналисты, волонтеры, аналитики, эксперты сконцентрировались на проблемах обычных людей Для того, чтобы делать еще больше новостей, репортажей и сообщений Как из оккупированных районов, так и освобожденных Нам необходима ваша поддержка Обращайтесь на наш сайт для того, чтобы найти реквизиты Помощи нашей общественной организации Только вместе с вами мы сможем создать независимые и честные новости о Донбассе Донецкий институт информации Мы видим проблемы и ищем пути их решения вместе с вами Редактор субтитров А.Семкин